Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 сентября. Я хочу показать еще один сорт, который идеально подходит для консервирования. Этот сорт семена мне прислали, до этого я его не выращивала, не знала. Называется он Мараханская кисть. Так как времени у меня сейчас в обрез, у меня все еще борьба с урожаем. Вы, наверное, заметили, что ролики мои укорачиваются, совсем-совсем коротенькие. Поэтому я самую важную информацию скажу основную. Не буду долго расписывать. Они вот такой формы, очаровательные, с маленьким носиком. Похожи на юбилейный тарасенко. Вот они у меня рядом там растут и немного похожи. Только более вытянуты, как бы сливовидные и с носиком. Я вот их, как уже я сказала, посадила впервые. Очень удивилась урожайности. Во-первых, это индотерминатный сорт. Посадила и на улице, и в теплице. И там, и там дали прекрасный урожай. Но на улице выросли не очень большие полтора метра, а в теплице выросли под потолок. Два метра с лишним. До сих пор плодоносят. Вот эти плоды я сорвала сегодня, 11 сентября. Еще много зеленых завязей, которые все выше и выше образуются. Хотя у нас уже холодно, но в теплице они растут прекрасно. Но также я еще раз скажу, что на улице тоже вызрели, тоже много кистей создали. Сам плод, он видно, что он как бы предназначен прям для баночек, потому что он идеальный для цельноплодного консервирования. Именно не разрезая ни на дольки, ни на какие. Но еще что я хочу сказать. Я вот их изрезала, всяко попробовала. Шкурка толстая, такая плотненькая. Я думаю, что они будут очень хорошо. Повторю, что первый раз. Это просто по отзывам, что хорошо они в консервации выглядят. Проверю нынче сама. Немного проконсервирую. Законсервирую и немного завялю. Потому что по внешнему виду, я вот разрезала их, посмотрела, что они очень мясистые. Вот эти вот стенки толстые. Именно такие томаты по описанию можно применить для вяления. Я думала, что вялить можно только на солнце, но побольше изучила информации, рецептов. Оказывается, вялить можно и в духовке просто. И вот я, часть будет у меня законсервированная, а часть попробую завялить. Потом вам свои впечатления скажу. Но уже сейчас видно, что томат для консервации очень хороший. Вот у него вот эта вот плотная вот такая структура. Он прям такой как, ну как тверденький. Он не мягкий, хотя смотрите, он спелый. Ярко-красный цвет, он спелый. Но его когда вот так сжимаешь, какие-то томаты, они сразу сдавливаются. А этот форму не теряет. Поэтому я думаю, они в консервации будут идеальны. Но не только, я так думаю, люди пишут отзывы, что кто садил вот этот сорт. Для консервации идеально. Вот эта мараханская кисть идет кистями. Я выращивала так, до первой цветочной кисти удаляла все. А дальше они у меня росли так, как хотели. Там и два, и три ствола. Потому что, как я уже говорю, если сорт мелкоплодный, я его не удаляю лишние пасынки. Вот будет три ствола, значит, три, четыре, так четыре. Он был весь увешан кистями. Кисти такие богатые, по много томатов. Очень эффектно смотрится. Очень большой выход с куста, потому что он высоченный, до двух метров. Весь вот в этих кистях. Вот рекомендую. Мараханская кисть. Еще один сорт, который идеально и по форме, и по своему ярко-красному цвету. Подходит для консервирования. Но кроме этого, он еще и вкусный. Вот, как я сказала, можно и повялить, потому что у него много мякоти. Мякоть такая плотная, мало воды в ней. И можно кушать для салатов. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это новый для меня сорт Мараханская кисть.